всем здравствуйте очень рада вас видеть пока еще ребята подсоединяются а давайте с вами немножко познакомимся у тех у кого не написано именно как я могу к вам обращаться напишите пожалуйста в комментариях как у вас дела хорошо ли меня видно слышно как вы себя чувствуете и и мы начнем сегодня у нас я еще о себе не рассказала да но сейчас включаю свою презентацию итак у нас с вами тема внутренняя целостность а с позиции квантовой психологии а меня зовут шабанова кристина я квантовый психолог наставник а также нейрограф но я думаю все кто уже присоединился к моему каналу уже потихоньку начинают исследовать поле моих инструментов потому что каждую неделю практически я даю определенный тест драйв а в котором вы можете на попробовать какую-то услугу она так сказать я немножко в ограниченных условиях но даже этого некоторым хватает если что вы в процессе можете задавать какие-то вопросы с удовольствием отвечу у нас есть определенное поле в канале нашего марафона где есть место для комментариев итак на моем счету уже более 500 счастливых клиентов честно вам скажу в моей практике еще не было негативных отзывов таких чтобы мне захотелось уйти из психологии и вообще из наставничества наоборот меня тема очень-очень вдохновляет мне нравится работать разными людьми с разными запросами как говорят маркетологи нужно выбрать что-то одно но буквально только сейчас я сужаю на спектр своих там возможных каких-то запросов но работаю практически со всеми почему меня в первую очередь вообще заинтересовала тема целостности почему я захотела ее открытия именно на марафоне потому что среди обращающихся ко мне я заметила две проблемы но или людей не обращающихся ко мне в результате каких-то диалогов я столкнулась с такой с таким моментом что люди либо в своем эгоцентризме и в каком-то инфантилизме считают что они знают все сами и там лучше они обсудят какой-то свой внутренний запрос но чаще всего это какая-то проблема с подругой чем они пойдут к профессионалу где он с помощью определенных техникам реально может помочь но они выбирают такой путь либо люди наоборот начинают быть очень зависимы от психологов коучей наставников и в этих людях как будто бы не достаточно возрастление уверенности и им тяжело идти самостоятельно потому что они всегда ищут внешнюю опору в каком-то взрослым которому они будучи сейчас уже сами сами взрослые доверяют ну что я не вижу вас комментариев меня хорошо слышно видно напишите вообще заходит вам эта тема почему вы решили прийти на эту тематику чем она вас затронула возможно у вас есть у самих такой опыт да когда вы решаете какие-то важные проблемы с рядом с подругой либо наоборот зависите от психологов вот уже вижу комментарии юлия благодарю я рад что мне хорошо слышно а также можете задавать вопросы я очень люблю общаться не очень люблю когда идет единый монолог и этих тем очень важных дать темы целостности зависит ряд вопросов которые вы можете легко решить и понять почему данный момент вот допустим рядом с вами нет достойного мужчины не получается создавать счастливые гармоничные отношения ибо рядом слабые мужчины которые зависимы от алкоголя наркотиков игромании либо наоборот вы под покровительством мужчины папочки либо абьюзера а почему нет энергии там даже причина бесплодия можно определить работая над своей внутренней целостностью но вопрос с финансами и здоровьем и думаю то что уже само само собой разумеется и также люди обретает свою внутреннюю целостность мои клиенты которые через этот путь находили себя понимали чем они дальше хотят заниматься вот некоторые результаты моих клиентов я всех люблю всеми горжусь очень рада а девушка после единственной сессии со мной буквально в течение недели получила желанную сумму денег там даже даже чуточку больше и в подарок трехкомнатную квартиру хотя она говорит я даже мечтать об этом не могла но все сложилось самым наилучшим образом также получение денег в течение там тоже одного дня либо выравнивание каких-то жизненных обстоятельств когда страшно идти в новое легко легко после сессии со мной вот еще несколько отзывов все все вроде бы вот если честно я многие из этих отзывов ну как бы принимаю да что вот здорово там изменилось состояние получили новых клиентов даже ответ в один килограмм после сессии там проработки обид на родителей и я возможно думаю ну можно же еще лучше можно же еще класснее но зачастую знаете то что так интересно что люди обращаются к психологу коучу именно как-то точечно вот возникло на их взгляд какой какой то там вопрос запрос они пошли там его решили а по сути основной то как бы свои проблемы то не решено решена какая-то лишь видимая часть айсберга я думаю что вы уже посмотрели отзывы и сейчас я хочу перейти вообще к теме квантовой психологии я думаю что многие из вас слышали вообще про нее если скажите если не слышали напишите об этом в комментариях мне тоже очень интересно послушать насколько эта тема уже распространена ой здорово я рада что я являюсь первым человеком который вам об этом рассказывает то есть мы смотрим на происходящее точки здесь и сейчас и в пространстве когда все происходит здесь и сейчас здесь нет времени здесь нет каких-то других точек то есть та проблема которая произошла давным-давно возможно в вашем детстве и вы сейчас допустим на не обращаете внимание на ее контекста уже будучи взрослые но с позиции квантовой психологии вы проблему которая не закрыли в детстве решаете здесь сейчас другими людьми и это это вот как раз про квантово волновую основу где воздействуя на определенные частицы мы создаем свой материальный мир здесь и сейчас здорово кто-то слышал кто-то не слышал скажите понятно ли как мы можем работать через квантовую психологию и сейчас можете прямо напишите какой бы свой запрос вы хотели бы решить прямо сейчас прямо пишите и и мы сделаем небольшую диагностику именно на ваш запрос давайте я прям минутку этому выделяю вы пишите в комментариях свои запросы я пока попью водички а может быть вам нечего решать и вы вообще счастливый счастливый богатый успешный человек я очень за вас рада и вообще счастлива что такие люди находятся в моем поле момента как я начала вообще заниматься психологии квантовой психологии думаю вы читали там небольшой рассказ мой о себе в котором я попыталась в небольших объемах рассказать свой путь когда вообще не понимал что происходит в отношении в финансах почему так и только когда начала работать с психологом начала раскрывать определенные проблемы увидела их регулярность повторения с разными людьми то есть начала находиться в более осознанном состоянии поняла как это работает из-за этого сейчас мне очень легко взаимодействовать с разными людьми как я уже написала что мне достаточно пообщаться с вами в течение 10-15 минут чтобы понять что является корневой причиной на той ситуации которая сейчас вас тревожит беспокоит и естественно я знаю как из нее выйти потому что обладая знаниями как из психологии из коучинга из квантовой психологии также в своей работе я использую маккарт это ро а потому что мне нравятся разные инструменты тогда мне легче с вашим подсознанием работать она более гибкая открытая благодарю всех кто написал давайте еще буквально минуточку пока вы пишете вижу что там жена рай юля еще пишут благодарю что вы такие активные классные мне с вами очень легко мне сегодня всю ночь снилось то как я выступаю и меня этот процесс так заряжает так а сейчас давайте с вами перейдем в квантовое состояние у нас уже есть определенное поле взаимодействия между ногами но сядьте сейчас удобно постарайтесь чтобы ваши руки ноги не были скрещены делаем небольшую дыхательную практику буквально на три дыхания мы делаем вдох через нос медленный такой основательный протяжный небольшую задержку и выдох через рот такой же длинный как и вдох и на опустошая свою диафрагму легкие мы делаем еще одну задержку и повторяем это еще два раза давайте вместе можете закрыть глаза либо расфокусировать свой взгляд глядя впереди себя и задержка выдох может сопровождаться небольшим звуком кх еще более расслабляем и задержка еще один вдох и выдох и выдох почувствуйте как мысли покидают вас как тело расслабляет поддается повторите еще одно дыхание Небольшая задержка. Небольшая задержка. В любом месте. Как чувствуете? Сейчас старайтесь не думать, не взвешивать. Просто чувствуйте, как вам хочется, как ведёт ваше подсознание. Просто сейчас доверьтесь. Поставьте этому кругу цифру 1, чтобы потом не потерять. И нарисуйте ещё один круг. В любом месте пространства. Как вы чувствуете? Как вам откликается? На нём поставьте цифру 2. И сделайте ещё один круг. Как чувствуете? Не думая, не анализируя. После того, как вы нарисовали третий круг, посмотрите на все свои три круга и каждому из кругов поставьте стрелочку, куда смотрит этот круг, какое у него направление. Задать машину, сменить работу, найти дело по душе. Такие прекрасные запросы. И сейчас, когда вы уже готовы, давайте, я чуть позже вам раскрою, в чём смысл, да? Как это всё связано с целостностью. Всё дело в том, что основные наши затыки и нерешённые вопросы, запросы связаны не с людьми, с которыми вы сейчас находитесь в коммуникации, не с миром, который находится вокруг вас, в виде ваших друзей, супругов, коллег, начальников. Всё дело в том, что все вопросы здесь и сейчас вы решаете со своими родителями. И они, скорее всего, завязаны на нарушении иерархии, на какой-то подавленности, на вашем высокомерии, обидах, чувстве вины, стыда, на претензиях, которые есть у вас к вашим родителям. Поэтому точки здесь и сейчас, если вы, допустим, не работали с этими запросами, скорее всего, запросами именно по отношениям с родителями, то, скорее всего, с чего нужно начать, это именно с проработки родителей и рода. И вот, как я уже сказала, что вам кажется, что вы решаете жизненные вопросы со своими мужчинами, руководителями, друзьями, людьми на улице. Но на самом деле нет. Именно на энергетическом уровне взаимодействия, так как каждый человек, в первую очередь, энергетическая субстанция, которая излучает определенные волны, но я думаю, что вы тоже это чувствуете, что от вашего состояния вы всегда, допустим, ваши близкие знают, какое у вас настроение, потому как вы кладете вещи, заходите домой, готовите еду, а они могут определить, все ли хорошо, в каком вы сейчас расположении духа находитесь. И вот сейчас мы переходим к вашей, к нашей диагностике, и вот, обратите внимание, как вы расположили свои круги, потому что это была у нас диагностика на иерархию, на течение родовой энергии, где первый круг, это были вы, можете его прям подписать, я, второй круг, это была мама, и третий круг, это был папа. И вот обратите внимание на два варианта, как, если вы расположили сейчас подсознательно свои круги вот таким вот образом, скорее всего, энергия в ваших родовых каналах течет правильно, и вы получаете энергию родителей, энергию рода. Если вы сейчас, наблюдая на свои рисунки, видите, что там какой-то круг больше, какой-то меньше, расстояние между кругом, стрелочки направлены друг на друга, либо там вообще в разные стороны, то тут первое, с чего вам стоит начать, это с восстановления иерархии, именно родовой, чтобы таким образом наладить свои внутренние, внутренние, так, так, это тоже интересно, да, если все круги внутри, да, такое тоже бывает, но сейчас-то я не буду вам интерпретировать, я сейчас хочу, чтобы вы увидели, какие у вас есть нарушения. То есть, если все круги внутри, вам нужно опять задать себе вопрос, а как это для меня сейчас, если я с позиции пространства смотрю на эти круги, то есть, они у меня как, один в одном находятся, прям это их истинное положение, либо с позиции пространства я их вижу вот так, то есть, идет один круг, второй, третий, и они у вас расположены, допустим, маленький круг я, следующий круг мамы, следующий круг папы, и все они смотрят в одну сторону, то тут я бы вам сказала, что, в принципе, все хорошо, но мне нужно именно от вас, как вы чувствуете, то есть, положение кругов всегда говорит о том, какие есть динамики во взаимоотношениях, и чаще всего круг мамы и папы перепутаны местами, то есть, мама стоит с правой стороны, папа стоит с левой стороны, что говорит о том, что мама, скорее всего, была сильной, авторитарной, и имела такое жесткое влияние, где отец, как мужчина, не мог раскрываться и давать ту силу, ту основу, брать ответственность, и, допустим, не мог дать вам тех качеств, которые положено передавать отцам, потому что именно через папу, ну, вот у нас в основном такой женский коллектив, девочка принимает не только то, как она воспринимает тебя, как девочка, да, потому что папа всегда нам говорит, какая ты у меня красивая, какая ты у меня замечательная, у тебя там все получается, я тобой горжусь, то есть, он нам дает определенный легкий выход на проявление, то есть, когда папа такой сильный, основательный, проявленный, он и нам транслирует такое же поведение, где нам легко развиваться в социуме, и вот все люди, которые испытывают проблему с внешним миром, с проявленностью, со страхами, с закрытостью, тут нужно прорабатывать отношения с отцом, и в этом случае, когда папа находится слева, он, возможно, может многое недодавать, и то есть, образуются внутри личности ребенка определенные такие дисбалансы, когда он видит сильную, ответственную маму, которая работает на 50 работах, которая абсолютно не занимается там собой, своей красотой, своим внутренним состоянием, потому что именно мама ответственна за это, чтобы передать девочке уверенность в себе, умение показывать себя как девочка, девушка-женщина, да, заниматься своей красотой, заниматься определенными, допустим, хобби, потому что женщина, я думаю, что это уже настолько распиарено, что должна заниматься делом, которое ее вдохновляет, ни в коем случае не через силу, не через насилие, потому что в этот момент, ну, как бы, это на нашу энергетическую структуру влияет очень негативно. И также, если стрелочки, допустим, направлены друг на друга, это часто говорит о том, что есть к друг другу определенные претензии, есть напряжение, которое также влияет на ваше внутреннее состояние. Что еще можете вы наблюдать, глядя на свои рисунки? Расстояние между кругами, то есть между кем-то меньше, между кем-то больше, чаще всего говорит о том, что связь с этим человеком у вас где-то ближе, где-то нарушена вот эта чувственная, эмоциональная нить, когда вы чувствуете поддержку от этого человека, в контексте мамы-папы, конечно, сейчас мы смотрим. В целом, вы можете потом скинуть на мой канал «Практики для счастливых», там все закреплено, те диагностики, которые вы сейчас сделали, и я вам скину в течение сегодняшнего дня небольшое такое описание, «Что конкретно у вас?» Договорились? Все, кто сейчас мне ответит, что да, договорились, огонь, классно, супер, всем точно отвечу. Итак, идем дальше. В нарушении иерархии... Александр, мне очень приятно, что мужчины есть в моем поле, это круто. Так, ой, огонек, люблю. Люблю огоньки, сердечки, люблю, когда вы активны. Чем больше вы проявляете своей активности, тем больше вы проявляете намерение разрешить свой запрос. Вот это, кстати, очень такой частый момент, когда люди находятся в миллионах каналах, там подписаны на миллионы людей, и сидят в позиции наблюдателей, ну, что-то читают, что-то смотрят, но никаким образом не реагируют, потому что ваши реакции, ваши комментарии, это всегда про энергообмен, это про то, что ваша душа, она соприкоснулась с этой информацией и откликнулась, и значит, внутри вас что-то зажглось. И в этот момент, когда вы это игнорируете, это чувство не проявляете, тут есть тоже некая такая динамика подавленности, страх за то, что я не буду проявляться, а вдруг меня накажут, а вдруг мне что-то за это сделают, а вдруг меня за это что-то попросят. То есть это, если мы будем смотреть с позиции психологии, это проявление вашего адаптивного ребёнка, который за какое-то действие боится получить наказание. И вот как раз тут я написала список, маленький список проблем, скидывать не сюда в чат, а именно на мой канал. Так, неважно, умер папа, не умер, то есть в контексте энергии он всегда есть. Неважно, да, я забыла сказать, родители живы или мертвы, абсолютно неважно, динамики и внутренние состояния обиды, претензии, высокомерия и каких-то других чувств, которые вы испытывали или испытываете в отношении своих родителей, они сохраняются до тех пор, пока вы с ними не начнёте работать, проживать, принимать и выходить в любовь и благодарность. То есть это основная такая функция, наша с вами, чтобы не нести в дальнейшее, так сказать, нашим потомкам те же самые динамики, нужно работать с собой здесь и сейчас, потому что дети считывают всё и делают то же самое, что и вы. И когда нарушена иерархия, очень часто встречаются вот такие вот проблемы, скажите, какая из них вам откликается, что вы уже сейчас, есть какие-то, возможно, у вас инсайты, делитесь, потому что отсутствие доверия это очень распространённый такой запрос, с которым ко мне обращаются, там, отсутствие энергии, в том числе, когда часто взрослые, допустим, дети пытаются полностью взять себе на попечение родителей, начинают их обслуживать как родители, тем самым замыкая поток энергии, который идёт от родителей, наоборот. Вот всегда родители большие и великие, родители дают, а дети принимают. То есть, если вам что-то из этого откликается, если вы с этим как бы живёте, чем быстрее вы себе в этом признаетесь, тем быстрее это решится. Так, но кто-то что-то напишет, идём дальше. Это тоже отзывы тех, кто уже со мной поработал по отношениям с родителями, тут тоже очень всё глубоко, потому что люди находят причины, которые в них просто находились по 20 лет. Но это, кстати, далеко не предел. Разрешая свои вопросы внутренние, у детей налаживается здоровье. Это тоже очень частая такая результат после проработки отношений с родителями. Вот, допустим, мама Захара, она была очень обеспокоена вопросами здоровья сына, у которого сахарный диабет, и тем самым она, допустим, сливала всю энергию и не занималась собой. И таким образом, в нарушении определенных динамик у сына постоянно скакал сахар. И после разбора, потому что в разборе мы выявляем прям первопричины, откуда всё идёт. И после разбора у сына просто моментально выровнялся сахар, он себя прекрасно стал чувствовать, и она была, конечно, безмерно счастлива. А также, как говорится, полный вау. Я очень довольна, когда мои клиенты получают быстрое осознание, и это прям быстро в их жизнь как-то перекликается, и они видят все вот эти связи. Так, я думаю, что, наверное, эти презентации будут прикреплены к нашему каналу марафона, и вы сможете всё подробно почитать. Потому что, как вы видите, мне все пишут очень большие отзывы, и они прям наполнены энергией благодарности. Так, и мы можем переходить к следующей части, она тоже очень важна, но это уже, когда мы прорабатываем отношения с родителями, когда мы выстраиваем иерархию, уже, ну, как бы, изменения, которые уже запущены, их не остановить. Но зачастую, это тоже моё наблюдение профессиональное, что люди, которые начинают прорабатывать родителей, они уходят в бесконечный процесс. То есть, чучо, мама, папа, мама, папа, мама, папа. Да, окей, но пока вы не возьмёте ответственность за свою жизнь, что вы лишь на 50% мамы, на 50% папа и вся ваша родовая система, но вы ещё 100% самой себя. И это очень важно. Важно с позиции той, что когда вы перестаёте искать, ну, быть по половинкам, а принимаете свою внутреннюю целостность, понимаете, что... А почему я сейчас так делаю? А как? Зачем? А почему? А почему так? Да, мама там вела себя так, но я же не мама, и я могу по-другому. И в этот момент происходят вообще очень важные вещи, когда мы энергетически начинаем сепарироваться от своих родителей и принимаем свою уникальность, уникальность, аутентичность, да, об этом тоже так модно сейчас говорить, но это чувство свободы, потому что вы начинаете понимать, чувствовать себя, брать ответственность за свою жизнь, уже не потому, что об этом так модно говорить, а вы это делаете со сознанием, вы уже понимаете все процессы, которые протекали у ваших родителей, вы уже четко можете прочертить черту, а как, что я хочу оставить, что мне действительно идет на благо, а что уже перестало работать, какие программы уже отжили, и тут в состоянии вот этой осознанности я учу своих клиентов именно реагировать на те программы, которые пришли извне, через родителей, через род, через социальное окружение, и таким образом люди не только вырастают внутренне, они еще взламывают эту систему, и начинают уже создавать свое, так, как они хотят, как они это видят, и обязательный пул, через который я вот рекомендую пройти как базу в определении своей целостности, это вот осознание себя, определение своих внешних внутренних опор, знакомство со своими эго-состояниями, выходка из треугольника судьбы, если вы не знаете, что такое треугольник судьбы, то, наверное, вам будет более на слуху треугольник Артмана, это созависимые отношения, и также работа с личными границами, то есть вот через эти пять сессий я рекомендую прийти каждому человеку после того, как вы проработаете отношения с родителями, и тем самым вы уже выйдете в состояние сепарации и пойдете по своей жизни, я видела, что там есть запрос на найти свой путь, да, вот про это, хочу научиться брать на себя ответственность, вот это именно про взросление, чтобы подтянуть все сферы, тоже нужно сначала внутренне дорастить, дорастить себя, потому что отчасти мы, если не работаем с собой, мы находимся в своих детских проявлениях, больше в позиции ребенка, даже несмотря, что вам там 30-40 лет, и результатом работы с целостностью всегда будет состояние своей суперсилы, независимость от чужого мнения, принятие и любовь к себе на 100%, это вообще не шутки, это все серьезно, потому что я вижу, как через прохождение этой программы люди меняются даже визуально, просто приобретают какую-то вот на энергетическом уровне, их начинают считывать по-другому, и это вижу я там, когда мне записывают просто даже сообщения, я вижу и чувствую новый энергетический посыл, я чуть позже там тоже прикрепила отзыв, и если вы хотите, хотите чувствовать свою свободу, не хотите зависеть от чужого мнения, хотите быть в обществе достойного мужчины, вообще достойных людей, таких же взрослых, как и вы, целостных, создавать счастливые гармоничные отношения, наладить свое здоровье, здоровье, это напрямую зависит от вашего состояния внутренней целостности, создавать свои проекты, расти в деньгах, жить счастливой энергичной жизнью, все делать легко, с кайфом, с удовольствием, все это про состояние и про работу с внутренней целостностью, и вот этот отзыв я прикрепила не просто так, на четыре вот таких вот блока, эта девушка пришла ко мне в состоянии три минуты до смерти, вот просто она говорит, меня никто не любит, я никому не нужна, на работе меня шпыняют, и я никому ничего не могу доказать, я все делаю, но ко мне куча претензий, и на секундочку, девушке там сорок с лишним лет, и она говорит, у меня, когда я увидела список ее регалий, что она там входит в какую-то книгу в Европе, как-то автора там о что-то по здоровью, ну то есть на самом деле у девушки просто супер крутой потенциал, у нее множество регалий, но очень большие были проблемы из детства с отношениями с родителями, и когда мы начали с ней работать, она говорит, у меня стало меняться все в моменте, я сама там не понимала, что происходит, но те люди, которые еще вчера там от меня открещивались уже сегодня мне там дают возможности работы, дают возможности получения денег, проявления, там дают мне лучшие палаты, там я чувствую, говорит, как изменилось в моем поле взаимодействие, с людьми, она начала делать свой проект, проект тоже очень масштабный, который не на уровне там 10-20 человек, а именно на мировом масштабе, потому что она живет за границей, и как только она поработала со своей внутренней целостностью, с отношениями с родителями, она еще больше расширила свой масштаб, и сейчас выходит свой проект, и видит себя именно на мировом уровне, на мировом уровне влияния на здоровье детей, потому что она напрямую с этим связана. Скажите, как вам такое, кто уже прочитал отзыв, какие у вас есть реакции, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу, вообще думали ли вы о таком, что работая со своей целостностью, обидами на родителей, можно выходить в точки здесь и сейчас, на более высокие уровни, что вы думаете по этому, потому что в принципе моя презентация подходит к концу и я хочу с вами сейчас тогда просто пообщаться. Также я говорила о том, что сегодня все, кто был, вы можете скинуть мне свою диагностику на канал, где вы получите от меня мини-расшифровку, также у меня для вас есть подарки в виде сессии по нейрографике групповой, которая будет в воскресенье, я думаю, что чуть позже вам скинут эту информацию в канал, и также первые 10 человек, которые заполнят анкету в течение 24 часов получат диагностическую сессию от меня в подарок, это тоже очень такая глубокая сессия, и в обычной жизни она стоит у меня 5000 рублей, но первые 10 человек получат ее безоплатно, так что если у вас есть ко мне какие-то вопросы, так, вот так выглядит эта формочка, ее прикрепят чуть позже, так, 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 я в вашем распоряжении, можете задать мне любые вопросы, анкета будет чуть позже, ее прикрепят на канале, скажите, инсайты получили, также, если вас заинтересовала работа со мной, вы можете мне написать в личные сообщения, либо также как-то отреагировать на канале, и мы с вами свяжемся для диагностической сессии, и вы поймете, как вам дальше можно разбираться со своими вопросами, потому что, как я сказала раньше, ой, благодарю, благодарю, как мне приятно, очень полезно, диагностику скидываем на мой канал практики для счастливых, Александр, там чуть, если выйти из комментариев, будет небольшое описание меня, и там есть ссылка, то есть, нужно смотреть на любой ваш запрос здесь и сейчас немного глубже, потому что он имеет под собой основу, которая зародилась когда-то давно, даже, возможно, на родовом уровне, и это мы можем, допустим, выявить через расстановочную сессию. Какие у вас еще есть вопросы? Да, скидывайте под любой пост, но давайте, ладно, не под любой, давайте, давайте не будем нарушать красоту канала и я сейчас прям напишу диагностики, а вообще у меня сегодня на канале рубрика, когда я отвечаю на все вопросы, вот какие у вас есть вопросы, вы можете мне все спрашивать, все задавать, вплоть до личной жизни, как я вам уже сказала, сейчас я живу в Марокко, уже почти шестой месяц пошел, то есть этот опыт тоже интересный, и с позиции моего развития и личного, и как женщины, потому что в него я смогла пойти только после того, когда я поработала тему папы, для меня она оказалась такой краеугольной для того, чтобы выйти в более серьезные отношения со своим мужчиной, и я хочу, чтобы каждая из вас сегодня и из нашей встречи извлекла именно такой смысл, что как только вы решите, вот проявите внутреннюю собранность, ответственность, когда не будете думать о том, сколько это стоит, может быть это вообще мне не надо, и так все нормально, но на самом деле знаешь, что действительно что-то не так, потому что на уровне души мы всегда знаем, как правильно, но вопрос другого, что очень часто мы не идем за своей душой, и тогда вот в жизни встречаются определенные такие запары, которые мешают нам развиваться, и вот как только вы решите с этим совсем поработать, как только это решение будет принято на уровне что все, я больше не хочу так, как было вчера, я хочу по-новому, я вижу вообще свое будущее так-то, 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 и прелесть этой жизни и квантовости пространства, что как только мы становимся наблюдателем за тем, что мы хотим, мы создаем это пространство для себя, это придумала не я, это об этом говорят квантовые физики, и это реально на научном уровне, то есть каждый из нас является создателем, но создателем мы можем становиться в своем лучшем проявлении, когда мы излучаем эту энергию, энергию взрослости, а это всегда через внутреннюю целостность, я верю, что сегодняшняя наша встреча изменит как минимум судьбы тех, кто был сегодня, кто слушал меня, либо даст какой-то толчок, потому что иногда один человек зажигает, другой человек прогревает, а к другому человеку вы выходите и находите что-то свое, это тоже классно, это тоже правильно, вообще главное идти развиваться, я рада, что вы здесь, рада с вами знакомству, до встречи на моем канале, я очень люблю людей, которые со мной взаимодействуют, у меня для вас всегда много всяких сюрпризов, потому что находясь в этом отклике, я прям чувствую, что это очень важно, ну и так, до встречи, всех обнимаю, прекрасного дня, благодарю за ваши комментарии, за вашу активность, вы классные, ну все, пока-пока, до встречи,